Алексей Борисович, расскажите, пожалуйста, что в этом году представляете на Иннопроме, в чем уникальность разработки и какие задачи рынка эта разработка должна закрыть? — Спасибо за ваш вопрос. На этой выставке Иннопроме мы, пользуясь случаем, представляем рынку нашу новую разработку. Это новая платформа ExoStream, которая находится за мной. Это полностью отечественная разработка, производится тоже полностью в России, она очень удачно вписывается в концепцию импортозамещения. И не бывает же абстрактно хороших изделий. Бывают изделия, которые адекватно отвечают на запросы рынка, как вы правильно сказали. Вот какие сейчас запросы отечественного рынка мы видим. В первую очередь, требование гибкости. Поскольку время очень турбулентное, волатильное, это значит, что завтра могут быть какие-то новые потребности, о которых вы, покупая изделие, не знали сегодня. Соответственно, изделие должно быть максимально гибко, чтобы вы могли переконфигурировать его каким-то образом и использовать его завтра уже с новыми возможностями, новыми качествами. Второе требование — это, конечно же, легкость в обслуживании и эксплуатации, потому что никогда не хватает коллицерных кадров для обслуживания сложной техники, какой, безусловно, является современное серверное решение. Поэтому система должна быть максимально проста и удобна в обслуживании. Третье требование, которое тоже очень важно — это, конечно же, максимальная универсальность решений и защита инвестиций. Вы купили что-то сегодня, но хотите пользоваться завтра вместе с каким-то новым оборудованием. Вам хочется это эксплуатировать в едином комплексе, чтобы не платить за парк каких-то решений. Здесь маленькая стоечка 2020 года, 2021, еще стоечка 2022 и так далее. Вам хочется все это иметь в одном едином комплексе. Под этим требованием отвечает эта разработка. Она вмещает в себя 84 сервера, шкаф обслуживаемый с двух сторон. Это меньше, чем наше самое плотное решение Tornado для 153 сервера, но за это вы приобретаете много дополнительных, каких-то очень важных, как мне кажется, для рынка вещей, таких как очень высокая универсальность. Сюда можно вставлять как сервера любую IT-нагрузку на самую, как жидкостное охлаждение, с воздушным охлаждением, с гибридным охлаждением. Нет каких-то жестких ограничений на размер вставляемого оборудования, требование только 19-дюймового поля, что является абсолютно стандартом в современной индустрии. Эта система позволяет эксплуатировать оборудование самых разных вендоров и управлять их как единым комплексом, что делает это управление очень удобным. Вам не нужно иметь разных инженеров для разных типов оборудования. Вы можете управлять его комплексом одним инженером, который обучен эксплуатировать систему управления СОДом от РСК. Вы сказали, что это полностью российская разработка. Включая железо, все железо российское. Конечно. Как Вы создаете комплектование, комплектующие для создания вот таких больших проектов, кто Вам вставляет, есть ли какие-то сложности с поставками? Вы знаете, вот по моему огромному изумлению, проблем с комплектацией не существует. Мы делаем очень много проектов и ни одного проекта мы не сорвали из-за проблем с поставками. Все комплектующие приходят в уровень. РСК в том числе делает большие проекты для научно-исследовательских организаций. Да, это так. Вот эти проекты, они имеют какие-то свои особенности, какие уникальные возможности для научно-исследовательских организаций Вы предоставляете с помощью своих проектов? Вы знаете, конечно же, каждый тип клиентов имеет свои собственные потребности, свои собственные ценности, которые для него важны. Для научно-исследовательских организаций в первую очередь важна уникальность. Потому что наука, она не бывает вторичной, неинтересно повторять за кем-то, поэтому должны быть какой-то уникальный прибор, с помощью которого вы можете достичь каких-то уникальных результатов. И это основное требование, которое предъявляет нам научная организация. И в этом смысле наш разработчик адекватно вписывается в эту концепцию, потому что за счет универсальности вы можете самое новое оборудование, самое только-только появившееся удачно вписать в существующую экосистему, которая есть у заказчика с минимальными расходами. Ну, поскольку, естественно, не секрет, что все научные организации, они лимитированы в своих бюджетах. Поэтому для них это очень удачное приобретение. Вы покупаете эту платформу один раз, а потом в течение многих лет вы ее наполняете различными новыми какими-то разработками, тем самым вы поддержите очень высокий уровень новизны в своем СОДе, что позволяет вашу научную группу выполнять самые передовые какие-то исследования. И если вы экономите бюджет, вы не тратите каждый раз на покупку всей этой системы, необходимой для нового решения. То есть фактически оптимизируют затраты, с одной стороны, с другой стороны, позволяют сохранять эффективность. Да, безусловно. Это решение очень энергоэффективное, ну, собственно говоря, СК этим славится, поэтому вот тут это имеет две стороны, обе хорошие для клиента. С одной стороны, можно говорить о том, что клиент меньше платит за электроэнергию, что, безусловно, важно, особенно для научной организации. А с другой стороны, очень частая ситуация, когда у клиента ограничено энергопотребление. Вот ему выделены, скажем, там мегаватт, и все, больше ничего нельзя. Вопрос стоит даже не в том, что там больше или меньше он заплатит за электроэнерго, хотя, конечно, тоже всегда важно. О том, а сколько вычислить нагрузки я могу иметь на тот энергобюджет, который у меня есть. И вот это часто бывает лимитирующим фактором для наших клиентов, и поэтому они приходят к нам, потому что, ну, на данный момент, насколько мне известно, больше нас никто не может поставить в жесткий энергобюджет, который есть у клиента. Но это очень важно для многих организаций, для которых вот именно это является критическим для их бизнеса. А кто основные конкуренты у вас на российском рынке? Вы знаете, никого. Серьезно? Серьезно. То есть были зарубежные? Ну, был Хьюлит Паккарт, был Леново, да, но сейчас их не осталось. Крей там, не знаю, никого не осталось, очевидно. Из российских компаний были Т-платформы, они ушли с рынка, сейчас просто никого нет. Но вот эти освободившиеся ниши вы планируете занимать, увеличивать производство? Так, по-моему, мы уже заняли так скромно. Все, все заняли. То есть по большому счету конкретно. А сейчас просто некому обратиться, кроме как нам. Вот если вы со мной его не договоритесь, то у вас не будет суперкомпьютера, вы просто нигде не возьмете. Алексей, понятно, что вы лидеры российском рынке. Соответственно, я полагаю, что у вас есть еще и прицел на зарубежные рынки. И, вероятнее всего, вы там также будете востребованы. Вот на какие страны вы, прежде всего, ориентируетесь? Позволяют ли сегодняшние мощности удовлетворять спрос, в том числе и за рубежом? И как вы планируете это делать? Кстати, вопрос очень актуальный, действительно планируем. Я считаю, что те технологии, которые мы предлагаем, в частности Энзострим, это действительно мировой уровень без всяких скидок. Он конкурентоспособен. Нам есть, что предложить нашим зарубежным клиентам. Понятно, что политическим причинам, скажем, рынок западноевропейский и американский, ну, наверное, нам-то будет сложно выйти каким-то образом, хотя и невозможно, но там это требует каких-то больших усилий. А в то же время мир не ограничивается этими регионами. Очевидно, что мы можем что-то предложить и Арабскому Востоку, и Азии, в самом широком прочтении слова, и Латинской Америки, и Африки какой-то, которая очень неоднородная и неравномерно занятая. И, кстати говоря, на этой высокоенной направленно у меня планируется встреча с торговыми представителями нескольких стран, в том числе и африканских, и латиноамериканских, и азиатских, где мы, собственно говоря, будем обсуждать возможности код сотрудничества, так что нам нечего предложить. Формы сотрудничества могут быть самые разные. Это и форма лицензирования нашей технологии для локального производства, оказание сервисных услуг по обучению персонала, сопровождению нашей техники и программного обеспечения. Это, может быть, прямая поставка, когда мы поставляем уже наше собранное решение. Это могут быть промежуточные варианты, когда что-то мы поставляем, что-то заказывается локально. И в этом смысле мы, наверное, выгодно отличаемся от многих других, скажем, западных крупных компаний, которые готовы рассматривать только, собственно, свою поставку. Мы готовы рассматривать возможность научить местных каких-то игроков локального IT-рынка нашим технологиям, лицензировать им наши технологии, обучить их. Таким образом, это становится интересно всем. Нам интересно, потому что мы зарабатываем деньги, выходим на новые рынки. А локальным игрокам это интересно, потому что он получает новые компетенции мирового уровня, которые он бы никогда не получил иначе. Поэтому это то, что называется win-win, взаимовыгодное сотрудничество. Я надеюсь, что нас ждет успех на этом пути. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»